Медиа-ресурс Ньюз Кейджи продолжает серию Блиц-опросов. Учебный год закончился, но не для всех. Старшеклассники сдают экзамены, пишут эссе и готовятся к новому этапу получения знаний. Что выбирает нынешняя молодежь? Ехать за престижным образованием за рубеж или же остаться обучаться в Кыргызстане? Об этом мы узнаем сегодня. Если бы вам пал выбор, что бы вы выбрали, если бы у вас была возможность? Учебу за рубежом или же учебу у нас в Кыргызстане? За рубежом. За рубеж? Я считаю, что за рубежом. За рубеж? За рубежом. За рубежом. За рубеж? Почему не в Кыргызский университет? Честно, я считаю, что за границей образование лучше, потому что у нас очень сильно развита коррупция, и практически ни одни экзамены нельзя сдать без разводов. Это сразу ухудшает уровень образования. И многие мои друзья даже не ходят в университет, а просто сразу деньги несут. Как бы это ужасно не звучало, и получают свой диплом. Там образование лучше, качественно будет. Здесь я почти не учусь даже. Я хожу каждый день, я сижу, я слушаю, но качество такое, что я просто за все это время знал, что на ноль можно делить, получится сингулярность. Все, за три года все, что я узнал. Обучение. Именно вообще система обучения и качество. Мне кажется, там лучше, и как бы больше диапазон открыт на профессии. Ну, я думаю, во-первых, качество знаний, преподавание, уровень знаний, все-таки наука, зарубежная наука, она впереди. Там, как ты закончил университет, тебя обеспечит государство, там, трудоустройство по специальности. А у нас такого нет уже? Ну, обучение за рубежом сложно, во-первых, попасть, если у тебя нету связи и денег. Поэтому выбрал бы ее. Да, нет, ну, здесь, потому что здесь семья. Что тебя не устраивает именно в сфере образования в нашей стране? Главные причины? В первую очередь, та же самая коррупция, и вообще, люди, они не хотят учиться у нас. Коррупция. Да, в основном, коррупция, но это мое мнение личное. А в основном, во-вторых, это учителя, дефицит учителей. Неправильная речь учителей. Ну, вот самое такое-то, то, что вот учителя, ну, не всех вот мнения выслушивают, они просто давят на твое мнение, и все у тебя свое мнение пропадает. Для них главное, это вот их мнение, вот. Дело в том, что они только и делают, что дают какие-то задания, именно связанные с деньгами. То есть мы должны будем раскошелиться. Очень, причем так, очень много раскошелиться. Во-первых, дорого. Во-вторых, цена не соответствует качеству. И, в-третьих, после образования перспективы нету, да? Если я вот как работодатель прихожу и говорю, мол, я вот, у меня есть диплом национального, и я хочу у вас работать, то, ну, это никак не котируется. А, например, если я приду тот же самый, ну, с другим дипломом, например, с зарубежным, и мне скажут, ну, давай, давай здесь работать. Ну, то есть ценность диплома выше, чем... У нас свой же диплом просто не ценится, и все. Допустим, обучаюсь экономистов, не знаю, ну, вот таких вот на высших, и едут за границу работать мигрантами. Ну, скажу честно, скорее всего, из-за того, что все покупается, и поэтому я не хочу здесь учиться, и хочу учиться больше, сколько в Казахстане, ну, за границей. Ну, перспектива, ну, хорошая, там, ну, когда приедешь сюда, может, хорошую работу найти, еще язык хороший можно подтянуть. А как вы думаете, в чем главные проблемы, да, у нас в сфере образования сейчас, что вот молодежь хочет учиться не здесь у нас, а за рубежом? Нет, даже проблемы не в наших университетах, просто человек хочет за рубеж, если позволит себе, если может себе позволить. Почему бы и нет? Ну, если даже можно у нас, и там, если время будет. Ну, если в нас, то это АУЦА, вообще моя мечта до сих пор это учиться в АУЦА, потому что там образование крутое, мои многие знакомы в АУЦА. Вот если меня выбирает здесь только АУЦА, вот. Ну, если была бы возможность уехать, то я бы уехал в Москву, в театральный, где там, музыкальный и так далее. У нас тут очень коррупция, я сам сталкивался. Информационный портал Ньюскейджи попытался узнать у молодежи, где и в каких вузах они хотели бы обучаться. Как выяснилось, большая часть молодежи предпочитает обучаться за рубежом, и это не может не тревожить. Ведь утекают молодые умы, которые завтра, став квалифицированными специалистами, назад могут и не вернуться. Почему это происходит? Оставляйте свои ответы в комментариях. С вами была Айперитимирова, Ньюскейджи. С вами была Айперитимирова.